Хорошо слышно. Ура! Тогда, значит, не будут. Ура! Вот вопрос, это вообще супер. Инженерные геометрии изыскания должны проводиться обязательно в комплексе изыскания, или могут проводиться отдельно без геологии и геодезии? Отличный вопрос. Спасибо большое, Ирина. Значит, на этот вопрос есть ответ в градостроительном кодексе. Там именно так и написано, что, во-первых, там написано, что изыскания могут проводиться в комплексе с проектированием, а могут производиться отдельно. Во-вторых, отдельные виды, как вы спрашиваете, отдельные виды гидрометрии изысканий, да, могут производиться отдельно, конечно, без геологии и геодезии. Мало того, еще можно проходить отдельно экспертизу. Можно проходить экспертизу изысканий. То есть, вот сделали все изыскания, например, у вас есть все геологи, топографы и гидрологи. И отдали изыскание на экспертизу, без проекта. Вот, и получили заключение на изыскание. И все хорошо. А можно отдавать? И лучше, если нам, лучше, если на экспертизу отдаётся проект с приложением изысканий. Вот, если изыскание вы делаете отдельно, значит, просто оформляйте отдельными томиками, не заморачиваясь, какая будет структура проекта. Если вы делаете инженерный гидромет изыскания, ну, в общем-то, тоже не думайте особо, как там будет общая структура изысканий. Нужно ли в неё попадать? Можно вообще оформить по-своему. Помните, мы с вами обсуждали, нужно ли, есть ли ГОСТ по оформлению изысканий. ГОСТы есть, их два. Но я их не соблюдаю, и никаких замечаний по этому не поступало. Но топографические планы должны быть изначально на участок, или можно прямо без топопланов? Да, вот, если у вас есть топосъёмка, если у вас уже сделаны топографические изыскания, это очень хорошо. Тогда, вообще-то, нужно стремиться к тому, чтобы выходить на гидрологию после топографов. Во-первых, чтобы иметь в руках топоплан, во-вторых, чтобы иметь уже проторенную просеку и тропинку, чтобы не бродить по тайге там, а просто уже идти по дорожке, чтобы легко находить свои пересечения. Вот. Но если у вас топоплана нет и не предвидится, то тоже ничего страшного. Вполне можно сделать гидрологию. Ну, иногда почему ещё бывает так? А иногда бывает так, что через месяц должна быть и геология, и топография, и гидрология. Вы говорите, через месяц хорошо, а топография когда будет? Да тоже через месяц. Вы говорите, что же, мне значит без топографии делать? Ну да. Ну ладно, делайте без топографии, ничего страшного. Вот. Там минус такой, что продольники, морфостворы, уровень наблюдения, ну и, соответственно, уровень воды при измерении расхода воды нужно привязывать к системе высот. Вот. И если вы делаете после топографов, то вы можете просто уже, ну, как сказать, или не привязывать, потому что у вас уже привязка есть, или вообще не делать, потому что вы просто морфоствор можете срисовать, то что по плану. Вот. А если вы идёте первыми, то тогда вам нужно два варианта. Первый вариант. Заранее ищите репера, ищите сведения о реперах, в тех же топографах. Вот. Или же не заморачивайтесь, делайте всё в условной системе высот, а потом сажайте на их планы. Вот так вот. Поэтому у вас может современного топографического плана не быть, а вы используете что есть. Что-то старое, может быть мелкомасштабное, ничего страшного, идёте и делайте. Вот так. Коллеги, виноват, что задержался, ну, поэтому... Ну, с другой стороны, я очень недавно, ну, как сказать... В общем, наши занятия превращаются в лекции, потому что по-нормальному надо, конечно, две недели делать. Вот. Потом две недели превратилось в неделю, а неделя превратилась в... Да. Очень рад, Константин. Дело в том, что я только подключился, я сам, у меня были проблемы с интернетом. Вот. Поэтому вы ничего не пропустили, поэтому побольше задавайте вопросов, будем общаться, сколько нужно. Вот. А сегодня продолжаем русловые процессы. Русловые процессы у нас сократились до четырёх дней. Ну, вот как вот на тренировке, да, на тренировке лучше ходить каждый день по полчаса. Или английский язык изучать, лучше каждый день по полчаса, но год или два. Вот. Также и на взрослые процессы тоже я делал тренинг на три недели, делал тренинг на две недели, делал тренинг на одну неделю, на десять дней. Вот три было. Вот. Ну, такое, что вот за четыре дня такого ещё не было. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем. В общем, но могу прогнозировать. Могу прогнозировать, что у нас с вами ничего не получится, потому что уже у нас осталось, если не считать сегодня, две встречи. Вот. А то, что мы условно называем домашнее задание, которое я простейший давал, то, что называем самостоятельной работой, никто ничего не делает. Вот. Так что прогноз отличный. Заключается в том, что будет лекция. А лекция, это значит, вроде бы узнал, вроде бы услышал, вроде бы, вроде бы что-то там пронеслось мимо меня. Вот. Ну, а реально, реально, конечно, никто ничего не погрузится никуда. Потому что никто ничего не делал, и это означает, что никто ничего делать не будет. Вот. Ну, ничего. Моё дело всё это вам прочитать. И, в общем-то, в таком виде вам на русском языке, там, в России, в русскоязычном пространстве никто не расскажет. Поэтому вот расскажу. И это очень хорошо, потому что у меня учатся и новички, и новичков я доводил с нуля, с полного. У меня учатся студенты, и у меня учатся кандидаты науку. И у меня учились преподаватели вузовские. Вот. Так что, это тут такая... Есть ценность, есть ценность, ну и ладно. В общем, я эту ценность вам передам. То, что нужно от меня, я, значит, шаг в вашу сторону делаю. Если будут вопросы, вот тогда будет движение. Если будет, а если будут какие-то действия, то, конечно, ну... Ну, вряд ли. Потому что, когда у меня был трехнедельный семинар и двухнедельный, то мы, когда присылали коллеге свои участки, то мы потом еще стихийно так получилось, что мы еще вечером потом встречались. Потому что мы хотели встретиться, мы хотели разобрать конкретные участки. Если вы в интернете наберете русловые процессы где-нибудь в Ютубе, то вы ничего не найдете, кроме записей моих лекций. И там есть куски, где мы разбираем участки. Вот. Ну, а с вами, по всей видимости, это ничего не получится. Вот. Потому что у нас осталось всего две встречи. Вот. Ну, и так. И у нас сегодня, значит, описание участка и плановая деформация. Это, ну, если смотреть вот сюда, смотреть сюда, то... Описание участка. Значит, что мы прошли? Что нужно заказчику? Вчера прошли. Нормативные документы? Вчера прошли. Что такое профиль племенного размыва? Гарантийная линия? Вчера прошли. Вот. Определение типу русловых процессов, как описанных в нормативных документах, так и не описанных в нормативных документах, что вам никто не расскажет. Тоже вчера я рассказал. Вот. Порядок построения будет... Будет... Это вы... Я вам когда вам сказал, отложите влево, отложите вправо, отложите вниз, это и есть порядок построения профильного размыва. Вот. Мы его будем еще много-много раз в течение оставшихся дней повторять. Сегодня описание участка и плановые деформации, все способы, которые есть, я вам рассказываю. И описанные в нормативных документах, и не описанные в нормативных документах. Вот. Сегодня все рассказываем. Вот. Ну, соответственно, структура главы в отчет очень простая. Плановые, право-влево, высотные, вверх-вниз, пойменные протоки. Если все это у нас есть, значит, у нас есть все в руках, чтобы построить профиль предельного размыва. Вот. Итак, нужно было определить тип русских процессов. Ну, считаем, что определили тип русских процессов. Ну, тогда будем считать, что мы занимаемся рекой Иртыш. Вот на реке Иртыш нам повезло. Река Иртыш большая, она действительно меандрирующая. То есть, что значит меандрирующая? Значит, излучная развивается. Она увеличивает степень развития излучной. Так определили. Раз мы определили такой тип русских процессов, который нам повезло, значит, в принципе, уже все хорошо. Уже описывать участок не надо. Вот. Потому что в этом тип русских процессов, в наименовании свободного меандрирующего, у нас зарыто длительное-длительное описание всего, что там происходит. Вот. Когда нам нужно описание участка? Описание участка нам нужно обычно тогда, когда что-то не то, что-то вот не то, не соответствует формативным документам, поэтому мы должны его для себя описать. Описание участка производим для себя. Не для заказчика, не для проектировщика, не для начальника, не для кого. Производим для себя. И в это время, формально делая описание участка, на самом деле мы сразу пытаемся ответить, найти шажочек к решению. А что же будет? Вот. Потому что основной принцип, я вам сказал, такой методологический принцип заключается в том, что что было, то и будет. Мы, значит, нам трудно сказать, что будет. Но все-таки надо сказать, что будет. Для того, чтобы сказать, что с рекой будет, мы смотрим, что было, и смотрим, что сейчас. И потом определяем. Ага, значит, развивает правый берег. Ну, раз размывает правый берег, значит, мы считаем, что да, значит, и будет размываться правый берег. Вот. Вот этот метод экстраполяции. Метод исторической аналогии. Что было, то будет. Насколько он правильный и верный, мы не знаем. Но так как ничего нет, то его используем. ВСН останавливается. Кстати, вот сегодня перейдем к плановым деформациям. ВСН останавливается на этом. Он говорит, если вы выяснили, что скорость размыва была 2 метра в год, значит, и делайте за прошлые 30 лет смещение на 60 лет, значит, у вас на будущие 30 лет тоже будет 60 лет. 60 метров. Это неправильно. Сегодня буду показывать, что мы еще с вами будем делать запас. Мы будем говорить, да, было 30 метров, а может быть и 20, и 30, и 40. Но мы берем наибольшее. Если мы подозреваем, что может сместиться правый берег вправо за ближайшие 30 лет на 20, или 30, или 40 метров, то мы с вами напишем 50. Вот. То есть мы уже... Так. Ну ладно. Порядок описания. Значит, описание. Описание, значит, то для, не помню, правополушарных или левополушарных, в общем, для тех, кому нужно просто понимать, что делать. Вот. Вы в этот момент становитесь Шерлок Олнсом, докторами Ватсонами, там, всякими Медрэй, и все такое. Вы просто пытаетесь понять, что же, что же, что же, что же там было. Где моет, где не моет. Вот. Вот. Роль следовательно. А для тех, кому нужен план, пожалуйста. Вот вам план описания. Описываем сверху вниз. Сверху вниз не по реке сверху вниз, а иерархически сверху вниз. То есть от самых больших... Ну, от долины к дну реки. Вот. И сейчас по порядку пойдем. Пойдем по каждому из них. Я буду показывать... Ну, там очень просто. Так. Ну, для начала, вот, например, например, мое описание. Ну, тут еще как. Вы не обязаны. Никто вас не может упрекнуть, если вы сделали коротенькое описание или даже вообще не сделали никакого описания. Вот формально нет никакого нормативного документа, который вас заставлял это писать. И я вас тоже не призываю. Почему? Потому что результатом должно быть не формальные какие-то слои са, а результатом должно быть все-таки понимание, что же там происходит. И вот сейчас пойдем по порядку по каждому из них и будем говорить. Да, долина. Что написать в долине? Ну, просто... Что такое долина вообще для наших, для русловых процессов? Долина – это поле деятельности возможных русловых процессов. Вот в пределах ее она может развиваться. Ну, например, если где-то там склоны долины вообще далеко, хорошо, далеко, значит, здесь река может вытворять все, что угодно. Ну, по крайней мере, потенциально. Вот. Если же мы подошли рекой к иному склону долины, мы уперлись в этот склон, вот. Его может мыть, но скорость резко падает. То есть река уперлась в свои вершины, там, излученные или просто прямым берегом, уперлась в склон долины. Все. Она не просто, понимаете, еще не потому, что она просто уперлась. Вот чисто вы ехали на Мерседесе в своем и уперлись там в отбойник, да, и царапаете этот отбойник. Отбойник. То есть просто потому, что отбойник не дает вам туда двигаться. Вот. Нет. А еще и потому, что река – это поток воды и наносов. Так вот, упершись в склон, у вас появляется новый источник наносов. И вот этот новый источник наносов валит, ну, здесь не нарисовано у меня, но будут еще картинки, где я покажу такие примеры, где вот река уперлась, вот высокий обрушающийся берег, и вот туда падают наносы. И эти наносы, которые падают в реку, река изменяет вообще свой характер. Ей приходится еще и бороться с перенесением этих новых, вдруг появившихся новых-новых наносов. И вообще-то уж, это, конечно, не для новичков, но все-таки, может быть, это будет вам интересно, есть такой эффект прилипания к коренным склонам. Вот река извилистая, 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 и потом – раз! – она цепанула склон долины. Раз! – она подмыла высокий берег. И вдруг она ниже не продолжает, не меандрирует. Она вдруг ниже вытянулась вдоль этого берега, вдруг стала прямой. То есть она изменила даже свой морфологический облик. Вот, ну ладно, в данном случае все это я лишнего рассказываю. В общем, долина-долина, то есть это степень развития. То есть мы уже потенциально определяем. И, как мы увидим сегодня, когда будем рассматривать не только известные методы прогноза плановой деформации, описанные в СН, но также еще и вот всякие серомяжные, тоже туда в систему вкладываем, то мы увидим, что если мы по реке не знаем ничего, вот вообще ничего, такой вот исключительный, сейчас я не застряю на этом внимании, но все-таки буду сегодня еще застрять внимание, то даем на всю ширину дна долины возможной деформации. Когда? Когда вот вообще ничего не знаем. Когда говорят, нам в феврале, значит, надо ехать в Сибирь, там снега 2 метра высотой, там долину мы даже, долину не увидим, что мы там, мы по реке не увидим, что делать? То есть вот ко мне однажды такой приятель позвонил, говорит, слушай, выгоняют в поле, нужно ехать, делать изыскание, и нужно дать прогнозы в своих процессах, вот на реке, которые на карте не видно, а в поле вот снежснег. Что мне делать? То есть он считает, что должен быть какой-то волшебный метод, который вдруг нам даст возможность узнать все о реке, да еще и прогнозировать. Я говорю, так все, расслабься. Если заказчику нужно срочно, если ему через месяц, то есть в феврале ты поехал в марте, ему должен выдать отчет, так и расслабься. Если заказчик не хочет ждать до лета, когда бы ты поехал и действительно увидел реку, пожалуйста, ты ему выдаешь на всю ширину дна долины. Вот мы сегодня с вами к этому перейдем. Да, если, кстати, если мы можем не только долина, а выделить в пределах дна долины, выделить пойму, как относительно низкую часть долины, предназначенную для пропуска высоких вод, но еще и террасы, то есть относительно высокие или незатопляемые части дна долины, или редко затопляемые части долины. Вот их и выделяем. Вот. И тут я тоже не привожу, но если поперечный профиль вот мы бы рисовали, мы можем представить, что могут быть вообще разные поперечные профили долины. Может быть так, что в середине пониженная часть, и там и есть русло в середине этой пониженной части. Так. Кто-то из вас может представить, да не, у нас вот Амур, и у нас не так. У нас в середине дна долины, у нас повышенная часть. А у краев такие вот притеррасные понижения. То есть профиль наоборот. В середине не понижение, а в середине долины повышение. Тоже может быть. А кто-то может просто широко-широко написать, все ровненько нарисовать, сказать, да у нас и как у склонов долины, так и посредине везде все одинаково. В общем, все эти варианты правильные. Вот есть учебники, где показано, вот в старых учебниках 50-х годов рисовали с понижениями у берегов, у склонов долины, как типичный разрез долины. Вот в современных учебниках рисуют с понижением в середине дна долины, как типичный разрез долины. В общем, все они типичные. Вот. И нам важно понять вообще, где же наше вот поле действий. Потому что у поймы, я вам рассказывал, три признака. Первый признак – это часть долины периодически затапливаемой. Хорошо. Это было нам очень полезно, когда мы с вами занимались гидравлическими расчетами, и нам надо было прицениться, докуда же действительно затапливает. Хорошо. А вот второй признак в определении поймы – это продукт перемещения реки по дну долины. Вот. То есть там она перемещалась. И нам… Помните исторический принцип? И раз она там перемещалась, значит, она там, ну, потенциально может перемещаться. Вот. Поэтому часть поймы – это часть поля битвы, поля деятельности, поля перемещения реки по дну долины. Вот. Там она перемещалась. И это очень хорошо. И это будет, кстати, видно даже на космическом снимке. Можно выделить. На дне долины можно выделить. Иногда можно выделить, а иногда нельзя. И это хорошо и в том, и в другом случае. Все равно мы будем использовать эту информацию для нашего прогноза. Мы можем выделить, что да, вот есть там половина, там правая половина – это вот пойма, а левая половина – это терраса. Хорошо. Ну, и, соответственно, прикидываем там их состояние, ну, ширину, изрезанность и все такое. Так, теперь смотрим уже. Теперь мы долину писали, пойма писали. Для себя, для себя, коллеги. Никто вас не… То есть, в этот момент, на самом деле, что? Вот Русловик, он в большей части криминалист. Вот. То есть, вот тут у нас, кстати, этим преступником является сама река. Мы пытаемся найти следы, где наследил преступник, где она нам показала, что же она вытворяла раньше. Вот. Но, когда мы с вами рассматривали… Помните, говорили, у нас могут быть разные исходные данные. И можно было спросить, а да, вот если мы берем исходные данные из чужого отчета, как? Нужно ли им верить? Вот. Как их использовать? Если мы берем отчеты из предыдущего отчета по инженерному гидрометозысканию? Если мы берем данные из проекта предыдущего, из проекта реконструкции, вот, еще из чего-то, как к ним относиться? Еще водолазные обследования. Вот. Как? Относимся тоже, как следователи, тоже, как к свидетелям, которые могут нам наврать, а могут нам помочь. Мы заранее не знаем. И наше дело отсеять хорошие эти данные от обманных. Потому что вот у меня по Чусовское водохранилище, не Чусовское, но Камское, да, вот, конечно, на реке Часовой, выше Перми, там мы работали по трубопроводу, который уже существовал там лет 20. Вот. И там были проблемы. Вот. И, соответственно, у нас были разные данные по водолазным обследованиям, по реконструкции, по ремонту. Вот. Ну и все. И было там, скажем, 10 водолазных обследований. Так вот, мы их отделили. Что вот первый сделан, второй списан с первого. Третий вообще выдуман из головы. Четвертый списан с второго. Пятый сделан. Вот. То есть мы расписали. Вот. То есть, вот, коллеги, вот вы думали, что вы, будучи русловиками, вы будете там, ну, путешественниками. Да, да. Вот мы как раз путешественники. Вот мы вообще универсалы. Мы путешественники и математические модельеры, и расчетчики, и компьютерщики, и пылевики. Вот. И еще коллеги. Мы их еще следователи. Поэтому вот сегодня сейчас перейдем скоро к методам прогноза. И вы увидите, какие они вот такие вот простейшие. простейшие. А для этого мы вот в поле-то вот и выжимаем все, что можно. И вообще вот, например, вот мы с Геннадьимом Николаевичем Угринином вот вчера, недавно общались, новый объект даются. Вот в Курской области, там из Института археологии из Москвы приехал вот к нам археолог и говорит, вот мы работаем в пойме, и нам нужно, мы нашли здесь четыре клада, вот, и мы хотим понять, где еще могут быть клады. Мы говорим, ну, мы можем на свой другой ответ дать вопрос, где была река, где не была. Она говорит, во, вот это нам и надо. Вот, так вот, это археолог Геннадий Николаевич отдал карту, там какую-то 25-тысячную или 50-тысячную. Так вот, он вцепился в эту карту, туда вперил взгляд и смотрел на эту карту, вот так вот, знаете, вверх-вниз, вверх-вниз, влево, то есть изучал карту. Вот, так вот, то есть надо было вообще понаблюдать за ним, как он вот вчитывался, он прочитал все названия, увидел, что там есть деревня Подол, вот, что там есть какая-то деревня, названная по имени реки, и вот все это он уже как-то, ну, не считая все, что он другое там видел, вот это он и видел, помните, долину, долину, ширину ее, склоны, крутизну, ручейки, которые оттуда стекают со склона долины и приносят на носы, кстати, в реку назвали, вот, потом пойму, вот, ну вот, значит, мы изо всех сил собираем и изучаем карты, а потом изо всех сил изучаем по картам и не по картам и в поле изучаем участок, вот, описание участка, вот, и смотрим, что же происходит с рекой, как же она там в плане выглядит, вообще прямая, извилистая, то есть, помните, первые шажки к определению типа руслых процессов, то, что я вчера рассказывал, да, самое простое, прямая, извилистая и разветвленная, вот, вообще, и оттуда мы сразу понимаем, если прямая, значит прямая, значит, план деформации относительно немалый, если извилистая, то какая извилистая, потому что извилина может развиваться по-разному, помните, может ползать вниз, а может развиваться вбок, но это такие вот самые простые схемы, а в реальности мы видим оттуда вообще без ничего, кроме самого русла мы еще видим признаки перемещения русла раньше в плане, это вот, то есть, это не только русло, а еще и старицы, они могут быть прямые и извилистые, и всего такое, в общем, смотрим вообще в принципе, вот, затем, когда рассмотрели русло в плане, затем переходим уже к самому руслу в поперечном сечении, как вот вообще, и тут такое, может быть как, может, могут быть оба берега пологие, оба берега крутые, и один берег крутой, один берег пологие, ну, так вот, если на пальцах, то вроде очень понятно, но вот это такое простейшее понимание уже дает нам ценную информацию, если оба берега пологие, они тогда могут даже быть заболоченные, заиленные, заросшие, там на берегах кустарник, на воде, эти, камыши, макрофиты всякие, вот, то есть, это что означает, означает, что оба берега не деформируются, такие реки будут, если оба берега крутые, это тоже признак того, в общем-то, что нет явно выраженного направления, куда размываются, вот, если один берег крутой и второй пологий, то мало того, то еще не просто по уклону и откоса, а еще и по его внешнему виду, что это, есть ли следы размыва, вы глазами сами понимаете какие, ну, еще будут фотки, будем еще это, пока просто пробегаем формально по описанию участка, вот, и таким образом мы уже видим, да, этот берег моет, этот не моет, помните, это главный вопрос, главный вопрос, когда вы описываете участок, для себя описываете, вы просто не описываете участок, вы на самом деле просто инспектируете, вы постепенно понимаете, где же моет, не моет, где же мыло, где не мыло, и, соответственно, где будет это происходить. Так, тут в оберечном плане рассмотрели профиль, какой может быть, теперь уже сами берега, ну, это тоже уже я немножко рассказываю, что, что там вообще, деревья, высокие деревья, может быть, на обоих берегах высокие деревья, может быть, вот, этот есть такие, это, это обычно на малых реках, или на чайках, там, на каналах, могут быть огромные, большие деревья на обоих берегах, что означает? Это означает, что это уже не окружающая территория пойма сформирована рекой и подстраивается под реку. Нет, это река подстраивается под обтекание этих деревьев. То есть река не была давно слева, потому что там высоченное дерево. Река давно не была справа, потому что там высоченное дерево. Река вот, как коротекала между ними, так коротекает. Это типичный случай. Вот Ну и метод простейший Автоматически раз мы уже поняли Что она не деформировалась Автоматически мы сразу понимаем Что она уже и не будет деформироваться Но там 0 не пишем Это будет метод Сейчас скоро к ним перейдем Вот Теперь когда мы смотрим уже в само русло Смотрим в русло Какое там дно Есть ли там гряды Есть ли там какие-либо формы О которых я вчера рассказывал Какие-нибудь там о середке Побычни Косые Еще есть всякие названия Типа застроги Вот Острова Вот Что там в русле Что там есть Ползет ли что-то там Это уже Большей частью нам интересно Для глубины этих формаций И не только положительные формы Вот я вам сейчас все перечислил Это все вверх Да И пляжи И побочни Острова А еще нам Нам еще более важно Это вниз Это какие мы найдем Самые глубокие места Вот И вот Теперь уже Рассмотрели на Морфологическом Теперь рассматриваем уже На гранулометрическом Глазами Просто глазами Просто смотрим Что там Ил Или камушки Значит Ил Скорее всего Это идет плюс Заиление Камушки Скорее всего Они двигаются Песочек Скорее всего Он двигается Или там вообще В общем Грунты Грунты Вот Ну и смотрим Если Еще какой-то Подстилающий Грунт Там Вот Ну вот так вот Примерно Значит Тут как Кто хочет По плану Можно по плану Но мы делали так Значит смотрите Помните Я вам говорил Вот что для русловика Нужно из поля Из поля Нужно Формальные вещи Так сказать Которые Можно формализовать Формализованные вещи И вот Неформальные Неформализованные Нужны и те И другие Формальные Это Или Промер Глубин На участке То есть Эхватирование То есть Карта глубин Или на маленькой реке Это Продольник По Тальвигу Вот И Этот Продольник По Тальвигу Он обычно На малой реке Делается одновременно С нивелированием Водной поверхности Вот Если есть Хорошая Топосъемка То там Все это есть Если Топосъемки нет Значит Идем и смотрим Вот И Это формальные Так вот Чуть Ну Не то что Более ценные Но так же Ценные Неформальные Данные И вот Не То есть Нам нужен Не продольник По Тальвигу На самом деле На малой реке А нам нужны Сведения О самом глубоком месте Поэтому Если вы Находитесь Там Носами На реке То вы С палкой Не С решкой С техтохиометром Не с рейкой С нивелиром А просто С палкой Пройдите Подальше Вверх И подальше Вниз Докуда Докуда У вас Хватит Ощущения Вот Вот я Прошел Там По одной Реке Помню Там 200 метров Туда 200 метров Обратно Потом Уже вроде Собирались Уходить Я думаю А дай-ка Я еще Прогуляюсь Пока Там Вот И прогулялся Еще дальше И нашел Там вообще Провалы Другого Генезиса Нашел Карстовая Провала И все И сразу У нас Впечатление Об участке Изменилось В общем Надо пройти Как можно Дальше Вот И Вот я Описываю Вот Как я вам Сейчас рассказал Описание Участка Я его Описываю Ну как бы Осознанно Неосознанно Иногда я Проговариваю Проговариваю Что да Тут вот Пойма Высокая Тут пойма Низкая Тут следы Размыва Тут старится Тут крутой берег Здесь следы Размыва Здесь обрыв Здесь не обрыв То есть я сам Для себя Проговариваю Чтобы это Еще осталось Не только у меня Там в глазах И в голове Но еще и на языке Чтобы вот Какое-то Комплексное Восприятие Реки Осталось Вот И мы Давали Поручение То есть Отсылаем Как там Специалистов Какого-то Ну бывает Вообще так Что У нас же Простые Полевые Измерения Ну а Топограф Там едет И вот Начальник экономики Говорит Да вот вам Топограф Привезет Описание Сделает Взрословую съемку И Фотки вам Привезет Вот Это очень плохой Вариант Потому что Вы теперь Становитесь Следователем Уже По фотографиям Потому что Значит Мы сначала Вот Это был Участок Южное Это Верховье Реки Белой На Южном Урале Вот Там были Притоки Их пересечки И вот там Топограф Говорят Все будет Нормально Вот Мы им сначала Не давали Алгоритм Как описывать Вот Они В общем Привозили По росту Ерунду Решили дать им Алгоритм Что описывайте Вот так Все равно Привозят ерунду Потому что Они пишут Что там Склон Крутизной Там Возь 60 градусов Почему А потому что Он по нему Спускался Ему показалось Что он Крутизной 60 градусов Если реально измерить То он Крутизной Будет 15 градусов Вот Но он Для него Он казался Крутой Когда с него Сползаешь Он кажется Крутой Кажется Что он Вертикальный А в реальности Вообще Все равно Даже если формально В общем Не верьте Чужим описаниям Не верьте В общем Фотографии В общем Сначала В общем Фотографии Надо подписывать Потому что На фотографии Когда привозят Опять приходится Думать 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 Где же тут Левый берег Где же тут Правый берег Почему здесь Вот так Сотографировано Почему здесь Моет Почему здесь Не моет Вот Ну и Ну вот Перейдем Уже скоро К методам Прогнозов И у нас Будет всегда Методы При наличии Данных И методы При отсутствии Данных При наличии Данных Значит при наличии Карт При отсутствии Данных Это вот значит Вот тут Появляется Страшная ценность Вашего полевого Обследования Вашего Полевого Описания Участка В общем Это Получается Что Это и есть ключ Получается Что если Если вы Хорошо Описание Высотная Уже Блестящий вопрос Где найти Предыдущие Гидромет Отчеты Так Во-первых Нам Не сами Отчеты Нужны А вообще Нужно Что-то И вот Это Огромное Перечисление Чего Вообще Мы с вами Уже На первой Неделе Я вам Приводил Там Слайд Теперь Если Заточиться На гидромет Отчетах Так Значит Где их Искать Первое Это У себя Если у себя Вот Теперь я уже У меня У себя Так Вообще Первое Конечно У заказчика Но вы сказали Что у заказчика Нет Еще Может быть У заказчика Заказчика Потому что Бывает Что К нам Обращаются Уже Какие-то Посредники Которые Заинтересованы В срубании Денег А не В хорошем Отчете Вот Поэтому Может быть Есть еще Собственник Еще есть Собственник Который Заказал Кому-то Какой-то Комплекс Работ А у них Нет гидрологов И те Уже заказывают Вам Уже Непосредственно Гидрологию Вы к ним Обращаетесь И они говорят Нет У нас ничего Нет А почему Да потому что Они просто Лопухи Не заинтересованы В чем-то Поэтому возможно Есть у того Заказчика Вот Ладно Считаем Что нет Заказчика Значит Следующее У себя Значит У себя В отделе Вот В отделе Я знаю Что Топорус Создает свой Отчет в геологии Поэтому я спрашиваю Да А если именно Конкретно про это Вот Я в общем-то Даже и рассказывал Что У нас Плохо У нас плохо Если геологи Сдают Вот У нас Есть Комитет по Городственной архитектуре Санкт-Петербурга Или есть Комитет по Архитектуре Городственной Ленинградской Области У них есть Фонды И туда Сдаются Геологические Отчеты На них Ставят Штампики И этот Штампик Должен быть Вот Также у топографов Тоже они Не просто Сдают Они еще Там берут Предыдущие Топосъемки Ее исправляют Сдают И получается Такой вот Постоянно Обновляемый План На весь Город Санкт-Петербург Вот То у Гидрологов Такого Нет Вообще Это И хорошо И плохо Если мы С вами Будем Безответственные Гидрологи То хорошо Потому что Нас особо Никто не проверяет Никуда Особо Сдавать Не надо Вот Но очень Плохо Потому что Соответственно Нам никто И не выдает Предыдущие Отчеты Нам никто Их Это Не проверяет Соответствует ли Вообще Наши данные И наши Результаты В соседнем Участном Поэтому Ищем Своими Способами У себя Потом По друзьям По другим Организациям По архивам То есть Ищем Неофициальными Путями Всякими Вот у нас Есть В ГГИ Государственном Гидрологическом Институте Второй линии Васильевского Острова Лица Санкт-Петербурга Есть шикарный Архив Очень хороший И там Есть даже Очень большая Котолок Такой Ящик Ну не ящик А такой Шкаф С ящичками И там Можно найти По Разным Разным Водным объектам Но что Только то Что делали ГГИ Или Или каким-то образом К ним попало Там В ГГИ Вот И Новых Мало Новые Они сами Себе Мало Сдают Уже Новые Свежие Отчеты За капиталистический Период Развития Нашей страны Они Хранят По Отделам Вот А За Социалистический Период Развития Потому что ГГИ Там Было Образовано В 1918 Году Сразу После Революции И вот 90-летие Там Отмечали За 90 лет Все Что Она Работала Все Это Есть Можно Взять Ну Соответственно Значит Наверное Такие Архивы Есть И в Других Хороших Организациях Вот И Можно Пользоваться Такими Большими Официальными Архивами Вот Но Чаще Всего В реальности Я пользуюсь Неофициальными Архивами Конкретных Людей То есть Вот У меня Есть Какой-то Уже Архив Да Вот Что-то Вот Мы Обмениваемся У меня Есть Пару Человек Вот Я Сейчас Ездил В Москву Кстати Вот Уже После Первой Недели Перед Второй Неделью Вот Я Полевые Работы Сместил На Субботу И Субботу Съездил В Москву Сделал Там Одну Канаву Вот И Заехал Чтобы Поставить Канадировочный Заехал Своему Приятелю Который Тоже Фирма В Москве Вот Он Гидрогеолог Вот Ну И Гидрологией Тоже Занимается Вот Мы Там С ним Поболтали Все Такое Вот Ну Я Ему Между делом Рассказал То Что Там Как Делать Прогноз Расслабить Информации То Что Вот Вам Рассказывать Буду Сегодня Вот Он С интересом Генеральный Директор Такой Лет Уже 60 Так С интересом Так Записывался Все Что Я Рассказывал Вот То У тебя С примера Описание Вот Такого То Метода Там Я говорю Есть Пришлю То Есть Вот Эти Неформальные Вот Вот Вы Приедете Пообщаетесь Между собой Пообщаетесь В углу Мои РГГМУ Пообщаетесь С опытными Гидрологами В общем У вас Уже Появится Возможность Вот Это Где Добывать Отчеты Еще Например Я Нашел Отчет Вот По тому Объекту Что Я ездил В Москву Я Нашел Отчет Есть Еще Такой Способ Это Есть Тендеры Есть Тендеры На Изыскание Вот Мы С вами Как Изыскатели Мы С вами Смотрим Есть Что Нибудь Такое Что Мы Могли Взять На Тендере На В госзаказе Это Тендер На Изыскание И Конечно Там Ничего Полезного Вот В исходных Материалах Тендера Мы Не Получим А Еще Есть Коллеги Тендеры На Строительство Так Вот В тендерах На Строительство Иногда Выставляют Проектную Документацию И В рамках Проектной Документации Может Быть Гидрология Вот Где Еще Я Находил Отчеты По Гидромет Отчеты Находил Просто Есть Поиск По ФТП Есть Такие Программки Поиск По ФТП И Там ФТП Иногда Это Что Это Просто Разные Хранилища И Кто То Посчитал Нужным Выложить Туда Отчет По Гидрологии Вот Пожалуйста Можно Его Раздобыть Еще Есть Так Сейчас А Вспомнил Еще Можно Раздобыть Отчеты Это Вот Всякие Природоохранные Организации Вот Которые Там За Частоту Озера Такого То За Сохранение Там Реки Такой То И Все Такое Вот У них Бывают Очень Интересные Сайты Но Они Узко Заточенные Под Конкретный Водный Объект И Там У них Может Быть Результаты Слушания Там Такого Результаты Слушания Там Можно Получить Всякие Интересные Данные Вот Я Был Вот У вас Под Светловском Под Екатеринбургом Светловской Области Вот Так Там Просто Зашел На Завод И Там Просто Дали Просто Дали Паспорт Водного Объекта Вот Вообще То Справку О Водном Объекте Можно Бесплатно Заказать В бассейном Водном Управлении Вот Единственное Что Ее Может Что Ее Нужно Ждать Будет Месяц Вот То То Это Не Отчет Конечно А Справка Вот Другое Дело Что Там В общем-то Ничего Нового Можете Не Получить Коллеги Вот Кстати У меня Есть В электронном Виде Сведения О всех Водных Объектах Санкт-Петербурга И окружающей Не Ленинградской Области А прилегающей Части Ленинградской Области Вот По всем В электронном Виде И там Есть Вообще Бездна Полезного Вот Вообще То В бассейнах Водных Управлениях Периодически Возникает Вопрос Уже Несколько раз Знаю В нашем Минскладском Периодически Был вопрос О том Как же Эти отчеты Собирать И потом Как бы Систематизировать Вообще Эти данные Вот Так Ну что-то еще Тут много Что можно еще Рассказывать По отчетам То есть Вот централизованного Нет Есть централизованный Сбор Отчетов По гидромет Работам В Росгидромете Вот Ну Тут как У нас есть Два вида лицензий Одна лицензия Это подобие Лицензии На изыскание Которая была раньше До того Как ввели Наши Саморегулируемые Организации СРО Вот Есть такая Сейчас это называется Допуск СРО Вот У вас В ваших Организациях По всей видимости Этот допуск СРО Есть Вот А еще Есть лицензия Росгидромета Так вот Если допуск СРО Имеет все Вот у нас Не знаю В Ленинграде Наверное СРО на гидрологию Имеет организации Не знаю Ну 200 Наверное А СРО На Лицензии Росгидрометы Имеет Около 20 Организаций Вот И вот Те Кто имеет Лицензию Росгидромета Те обязаны Просто Тупо Сдавать Свои отчеты Каждый год Сдавать В Росгидромет Что там Потом в Росгидромете Делают С этими отчетами Мы не знаем Скорее всего Они просто Как бы Мертвым грузом Лежат Вот В организации Которой я работаю Есть И допуск СРО И Лицензия Росгидромета И мы Прикладываем Или То Или другое В зависимости от того Если это Изыскание Под строительство Прикладываем Допуск СРО Если это Просто Обследование Участка Вот То Прикладываем Лицензию В Росгидромет И соответственно Половина отчетов У нас Никуда не идут А половина отчетов Идут В Росгидромет Так Спасибо Хороший вопрос Вот И пойдем По Коллеги Пойдем По Презентациям По Так Вот Покажу Копию 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 того Что я вам вчера Рассказывал То есть Наша цель Построить Красную линию Все Что мы В этом разделе По Росгидромет Процессам Делаем Это Построение Этой линии Которая называется ППР Профиль предельного размыва Вот А на самом деле Профиль Наибольшевозможного размыва Вот И объяснение Как его строили Так Ну и соответственно Сегодня занимаемся Планами и деформациями Вот И Рассказываем Про планы и деформация Вот Вчера я вам на пальцах Рассказывал Как же мы его строим Вот А сейчас Вот есть слайд У меня такой Который уже можно Не на пальцах А еще раз Показать Вот Это Основные действия Их надо сделать В любом случае Вообще В любом случае Вот Методы могут быть разные Как мы определяем Сколько мы отступаем влево И сколько отступаем вправо Но Действия Всегда Да, вот эти действия всегда надо сделать. Надо всегда отступить влево. Сегодня будем рассказывать разные методы, как мы определяем, сколько отступать влево, сколько отступать вправо. Первые два слайда – это сегодня. А вот третий, четвертый слайд – это завтра. Это разные методы отступания вниз. И если мы отступили вниз и получили одну точку, то проводим по этой точке горизонтальную линию. В результате у нас получается два бесконечных луча, которые получены в результате оценки плановой деформации или горизонтальной. И одна бесконечная горизонтальная линия, которая получена в результате оценки возможных глубинных деформаций или вертикальных деформаций, или донных деформаций. Потом убираем вот эти все хвосты и получаем корыца. Корыца, корыца, корыца. Вот, соответственно, переходим уже к сегодня плановой Вот, ну и как всегда, у нас есть два способа При наличии карты и при отсутствии карт В СН вот этого не написано В СН считает, ВСН, я вам уже сказал, мы с вами рассмотрели И, в общем-то, тогда я сказал, не знаю, убедил ли я вас Что ВСН, ВСН это ведомственная строительная норма 163.83 Это один из основных нормативных документов по русловым деформациям Он был сделан по большим картам, по большим рекам То есть по рекам, по которым были карты И, в общем-то, там описаны методы только при наличии карт Вот мы их рассмотрим при наличии карт Но у нас может быть еще и просто карт не быть Что значит нет карт? Карта это означает, что карты есть Но вашей реки там не видно Соответственно, при наличии карт это чаще всего будут большие реки Но не обязательно Может быть и средние Если по маленькой реке есть все, то хорошо Это хороший способ Этот способ похуже, потому что здесь вот элемент фантазии То есть здесь вы сейчас увидите, что мы тут на самом деле домысливо ем При отсутствии карт Вот, поэтому при отсутствии карт это чаще всего маленькая река Но если у вас какая-то там Сибирь И у вас есть только пятисоттысячник И космические снимки современные размытые То даже река там 200-300 метров шириной все равно действует То есть признаком, или как сказать Критерием выбора способа прогноза плановых деформаций Является наличие исходных данных Вот, и тут сейчас такая важная вещь Про посинение я вам уже говорил два раза Поэтому сейчас говорю третий раз про посинение Значит, второй способ нельзя использовать До тех пор, пока вы не выяснили, что у вас карт нет То есть ищи первые действия Ищи карты И мы с вами, помните, еще ищем карты Еще до того, как вообще приступили к русловой деформации Мы ищем карты еще до того, как вообще ищем заключен договор Потому что перед тем, как заключить договор Нужно составить ТЗ Для того, чтобы осмысленно составить техническое задание Вам нужно понимать, где это И что это за водный объект Большой, маленький, ручей, канава, пруд, болото Еще до хранилища Или это большая река Или это протока большой реки Вот, то есть это все по картам Вот, то есть все равно То есть ищем карты Вот, если карты не нашли То ищем карты еще раз Если карты не нашли еще раз То ищем карты третий раз Вот, то есть это до посинения До посинения Вот только когда посинили, только тогда можно писать, что карты не найдены, и будем использовать метод присутствия карты. Вот. Ну, вот эту табличку я обычно показываю в конце, но сейчас я ее что-то решил сначала переставить, чтобы вот такой обзор показать, что... Вот. Ну, потом в конце я ее еще раз покажу. Это как картинка. В общем, ну вот, у меня тут студент тоже слушал мой вебинар какой-то, вот, и говорит, я, говорит, не просто слушал, у меня еще вот жена молодая, тоже бывшая, ну не студент, он же со спиран, вот, слушал, и мы, говорит, в общем, все, но мы эту табличку, пришлите нам табличку, то есть он считал, что вот это самое главное. Вот. Вот эту табличку он считал очень важной. Вот. То есть, вот, все реки, то есть что, мы с вами будем сегодня покажу разные методы прогноза, так вот они разделяются от наличия исходных данных. Но, по сути, наличие исходных данных очень сильно связано с размером реки. То есть, если у нас большая река, то у нас есть исходные данные. То есть, карты. Если у нас малая река, то у нас нет исходных, может быть, не быть исходных данных. Значит, малая река. Вот. То есть, большие, то есть, есть карты, нет карт. Есть большая река, малая река. Вот. Но сущностное деление еще такое. Это реки олювиальные. То есть, здесь наблюдаются те семь типов, или даже не семь, а вообще типы руслопроцессов, вот, свойственные большим олювиальным рекам. Это вот миандрирование, русловая нагрукамость, побочня, середки. Вот. Это здесь. А здесь что? Здесь обычно все оно врезанное, глинистое. Вот. То есть, у нас получается много критериев, по которым выстраиваются такие таблички. И вот, кстати, вот по типам. Смотрите, вот последний столбец так и есть. Вот здесь семь типов, а здесь вот всякие врезанные реки, не олювиальные. Вот. Описаны нормативно документы? Да. То есть, вот будут у вас, вы приедете, здесь у вас будет две недели в Санкт-Петербурге. Первая неделя будет практика для, вот, новичков. А вторая будет совместно с опытными гидрологами. Такое общение. Вот. И в рамках этого второй недели там будет представитель. Представители, кстати, разных, авторы разных основных нормативных документов в гидрологии. Там у вас будет по строительной климатологии авторы мощные. Вот. И прямо им можно задать любые вопросы. У вас будут авторы СП по гидрологическим расчетам. И у вас будут авторы, вот, ВСНа и новых нормативных документов, ГГИшных. Вот. И что они? Они вам будут рассказывать вот первый столбец. Потому что о втором столбце они вот сейчас просто начали узнавать, в общем, в некоторой степени от нас, от практиков. Вот они вам будут рассказывать вот это. Я вам рассказываю все. Вот. Ну и поймы есть, поймы нет. Русловые формировающие факторы. Даже определение русловых процессов у нас будет разное. Помните, это я вам говорил вчера, что по русловые процессы в определении авторов в нормативных документах, это изменение русла и поймы под воздействием текущей воды. В нашем случае это изменение русла и поймы под воздействием разнообразия факторов. Вот. Есть карты? Нет карт. Планы совмещения карт. Это вот первый метод. Сейчас к нему перейдем. А еще, кроме того, буду рассказывать другие методы, которые высокие ученые не знают. Но мы с вами, как практики, используем. И используем осознанно. Так. И вот эти методы. Разные. Разные методы. При наличии карт, при отсутствии карт. Теперь вы можете спросить, а вот при недостаточности карт. Что значит при недостаточности карт? Это значит какой-то промежуточный случай. Вот. Как действуем, когда у нас недостаточности данных по стоку воды? Мы из недостаточности сделаем достаточность. То есть мы удлиняем ряды. Это по расходам воды. А у нас? У нас на самом деле мы сворачиваемся или туда, или сюда. Мы недостаточность карт, мы интерпретируем... Мы говорим, ну хорошо, вроде бы как недостаточно. Но если мы оттуда что-то можем получить с этих карт, то есть есть карта мелкая, старая, есть карта мелкая, современная, очень мелкая. И мы говорим, вот эти очень мелкие изображения реки, может ли оно нам дать полезную информацию для прогноза? Тогда мы такую недостаточность интерпретируем как «да», наличие карт. Или говорим «нет». Там вообще, скорее всего, это какое-то генерализованное изображение этого ручка. Скорее всего, ничего. Значит, все. Значит, ставим крест на этой карте и работаем, как будто бы карт нет. Ну и теперь, значит, при наличии карт. Вот сейчас мы рассмотрим вот этот вот ВСН-овский метод. Он описан в нормативных документах. В принципе, хорошо описан. Читайте, используйте, ссылайтесь на ВСН. Все хорошо. Но там нет вот еще вот этого. Значит, при наличии карт, там вообще метод упрощенный. Там считается, что то, что получили, то и, ну, сейчас буду рассказывать, то и, то есть, если вы выяснили, что у вас за 30 лет сместилось правый берег вправо на 30 метров, значит, вы говорите «да». Следующие 30 прогнозных лет тоже правый берег, тоже сместится, тоже размоется и тоже на 30 метров. Вот что вам говорит ВСН. Вот. Мы с вами будем вводить повышающий коэффициент. Потому что любой нормальный практик, гидролог, прочитав ВСН, на этом не останавливается. Он вводит повышающий коэффициент. Или неосознанно, это вот метод 1. Просто тупо вводим повышающий коэффициент. Или осознанно, с учетом прилегающих участков. То есть, 1,1 и 1,2 – это модернизация того, что написано ВСН. Не просто берем, а еще и увеличиваем. Так, ну сейчас буду рассказывать. Это пока еще, на самом деле, еще не рассказываю. Пока это еще только обзор. Вот. Ну, в общем, приступаем вот к этому. А потом при отсутствии карт. При отсутствии карт там... Вот. Так, значит, как совмещаем. Кстати, у меня был слайд, но, видимо, в другой презентации. Вот вчера я вам на пальцах объяснял, как совмещать карты. Вот. И был пример. Что-то на слайде, слайде... Ну, неважно. В общем, давайте тогда так, какие-то. В общем, вот три вещи, которые нужно сделать. Нужно вогнать... Я делаю все это в автокаде. Я сканирую, если он у меня в бумажном виде, то сканирую. Если он уже в электронном виде, ну и отлично. Вот. В автокаде совмещаю их на разных слоях. Вот. И затем делаю так. Если у нас крестики есть, то уже с масштабом все равно, все нормально. Вгоняем их отдельно. Эти два мои, две мои карты или десять карт. Если десять карт, то раскладываю на десять слоев. А потом еще делаю еще десять слоев. То есть... Ну, карты могут быть прозрачные, если они черно-белые. И могут быть непрозрачные, если какие-то серые. Но это уже механика, да? Вот. Если они прозрачные, значит, вижу насквозь. Тогда делаю просто их разным цветом. Если они непрозрачные, то тогда делаю дополнительный слой и переношу контуры на этот дополнительный слой. Вот. Ну, и вгоняем масштаб. Потом север. И потом положение. Положение – это по характерным точкам. В общем, коллеги, это надо делать самим. Это надо брать и пробовать. Ну, вот есть пример. Есть пример, где я совмещаю. Если мы на плане, на топоплане, на карте, на схеме можем выделить бровку реки. Ну, это большие реки, да? Ясно, что у нас много карт, когда мы большая река. Если мы можем выделить и бровку, и урез, то на урез не смотрим. Совмещаем только бровки. Если ничего не можем выделить, то совмещаем то, что можем. И вот тут, значит, одним цветом, розовеньким, показана какая-то топокарта, какая-то там, 25-тысячная старая. А синеньким – это какая-то русловая съемка новая. И вот зеленой линией поднято прежнее положение русла, а красным – новое положение русла. И вот видим, что смещение. Видите, примерно одинаково везде сместилось. Насколько это сместилось? Довольно хорошо, айртыш сместился. Вот, как я совместил? Видите, есть кресты. Вот крест-крест на крест посадился, там, с какой-то точностью, да? Вот. Ну, может быть, плоховато, может быть, хорошо. В общем, вопрос. В общем, совмещаем. Я, когда работал в отделе русловых процессов ГГИ, еще в прошлом веке, в Ильичево, то там все это делали на кальках. То есть, на кальку переносили одну карту, на кальку переносили другую карту, и потом эти кальки совмещали на световом столе. Вот. Ну, сейчас мы это делаем в автокаде, но принцип примерно тот же самый. Вот. В результате. Так, вопрос в нем. В результате. Наш, какая наша цель? Ну, то, что река уже деформируется, это уже ясно. Да, значит, она деформируется. Значит, наша цель найти какую-то точку, где река точно не будет за ближайший наш прогнозный период. Если прогнозный период 30 лет, значит, мы вот ее поставим, где уж точно река не сместится за 30 лет. Если за 50, значит за 50. Вот. Как мы это делаем? Если формально следовать ВСН, то вот так. Ну, не знаю, вот есть такой рисунок, не знаю, дает ли он объяснение какое-то. Вот. И следующий рисунок. Значит, смотрим. Здесь время. Здесь расстояние смещения берега. За прошлый период времени у нас берег сместился на такое расстояние. По методу ВСН считается, что в следующий прогнозный период будет та же самая скорость смещения и сместиться тоже на такое же расстояние. Вот. Это вот ВСН. Что было, то будет. И именно такую скорость и используем. Теперь вопрос. А, теперь если представим то же самое, для тех, кому рисунок этот показался непонятным, я то же самое расписал в тексте, в виде алгоритма. Для этих, для правополушарных. Вот. Значит, сначала прямой ход. Выясняем фактическую скорость за прошлое время. L по факту. L это вот то, что, то L, которое показано вот на этом рисунке. Вот берем расстояние. L это вот это расстояние, которое было смещение за прошлое 30 лет. Берем это расстояние и делим на время, которое есть разность времени между нашими планными материалами. Фактическое время, расстояние делим на фактическое время. Получаем фактическую скорость прошлую. И если тупо следовать ВСН, то просто берем эту скорость и умножаем на новый период. Там, умножаем на 50 лет. Вот. Это вот, вот это то, что рекомендует ВСН. Теперь у нас вопрос. А если бы у нас, скажем, была не одна съемка, а было несколько съемок, то получается, что у нас ведь неравномерность, да, и у нас получается, что может быть между первой съемкой и второй съемкой был один период по времени, и, соответственно, одно расстояние. Соответственно, даем одну скорость. А за второй период другую скорость. И они различаются. А еще может быть какая-то осредняющая, средняя скорость. Какая из них правильная? За первый период, за второй период, или за период между первым и третьим. Вот если три съемки, да? Три съемки, то уже вообще-то у нас больше информации, очень интересненькая такая всякая информация, да? И получается, какая же из этих скоростей правильная? Какую же из них мы будем экстраполировать на будущее? Вот. Этот вопрос современные нормативные документы не ставят. Вот. А вот вам повезло, я вам это рассказываю. Вот. Это вообще не было опубликовано никогда и нигде. Это вот я показываю только на презентациях. Вот. Ну, была у меня в прошлом году девочка-дипломница, якутка из Якутии. Вот. Вот мы с ней сделали такую работу по конкретному участку реки Иртыш, кстати, в Устье, около Ханты-Мансийска. Мы там выбрали участок. И там вот наложили, собрали много разновременных съемок. И по этим разновременным съемкам получили разные значения скоростей размыла. А потом их статистически обработали. В общем, это вот такой вот шаг по введению статистики в условие процесса. Потому что сейчас ни в нормативных документах, ни в книжках о каком-то статистическом понимании нашего прогноза нет. Все, что говорится, в общем, вот если мы по этот наш искомный профиль, сейчас я вернусь, вот. В общем, что это? Это вот нет его обеспеченности. Это просто вот, ну, с самым большим запасом. То есть стопроцентная обеспеченность, что вот точно не вылезет. Ну, а в реальности как получится? В реальности плохой прогноз, он и нарушается. В общем, понятие, статистический какой-то характеристик в современной науке расхода процессов нет. И вот такой вот шажочек к оценке того, что неравномерность же есть в разуме, вот как ее учесть? Вот, как учесть? Поэтому, если я вам показал вот этот вот алгоритм, которым, ну, в принципе, вот им достаточно пользоваться. Но, ну, нужно просто обезопаситься. Нужно добавить еще дополнительный шажочек. Вот. Начало то же самое. Конец то же самое. Но здесь вместо фактической скорости мы берем не ту скорость, которая была наблюдена, которая, в общем-то, это случайное наше измерение. Предположим, если у нас есть измерение за последние 30 лет, вот, за 1983 год и за 2013 год, у нас есть две карты, мы их совместили. И что? А если у нас с 82 по 83 год размылось там еще больше, тогда бы мы совмещали 82 год с 2013, и у нас была бы совсем другая скорость. Вот. Поэтому как-то надо учесть вот это вот увеличение. То есть использовать не фактическую какую-то, ну, в кавычках, правильную, реальную. Да, она реальная. Но в будущем-то будет что-то большее. То есть нужно перейти от измеренной скорости за прошлый период к новой скорости, которая будет на следующий период. Вот. Алгоритма определения ТТ-коэффициента не существует. Вот. Хотя сейчас я вам покажу его, на чем могло бы быть основано вот его выбор. Что происходит в реальности? Как тысяча или тысячи гидрологов в России действуют? Они завышают эту скорость интуитивно. Ну, сейчас покажу как. Так, теперь я вам показал вот на такой непонятной схеме эти разные скорости. Потом вот в таком виде показал, как в текстом. А теперь то же самое уже в реальности на реке. То есть сейчас вот у нас есть 2013 год. Вот такое поперечное сечение. Река, мы видим, что река размывается влево. Для этого мы берем старый... А, вот то, что я вам рассказывал на пальцах, вот здесь нарисовано. Берем старое положение русла и видим, что бровка, не урез, кстати, не урез, а бровка, что бровка за 30 лет сместилась на 30 метров. И мы говорим, да, вроде бы 1 метр в год. Но сюда берем не эту скорость. И мы, потому что, видите, вот это неправильно вообще-то нарисовал. Не сюда придет река. А река может быть где угодно, но не дойти до этой точки. Вот за 50 лет она может быть где угодно, но не дойти. Не дойти, а именно не дойти. Вот, то есть мы не говорим, докуда размоют реку. А мы говорим с запасом. То есть если мы высчитываем сюда, то мы эту точку должны перенести еще дальше. Поставить вот сюда. И практики это делают неосознанно. Давайте рассмотрим, как же это реально происходит на разных видах рек. Реки относительно прямые. Вот способ признает это коэффициентом. И реки относительно меандрирующие. Вот. Значит, может быть, могут быть несколько разных вариантов. Самый простой вариант, когда у нас везде все одинаково размывало. Ну и что? Тут на самом деле надо напрячься побольше, напрячься и сказать, нет, это нехорошо. Это не означает, что именно так плавненько будет размываться везде. Пускай на следующие 50 лет везде будет также размываться. Но в нашем месте же может быть еще дополнительная какая-то деформация. Поэтому просто насильно ставим коэффициент. Вот я рекомендую увеличивать где-то на 20-40%. И так делают все практики. Они увеличивают это. Другое дело, что нельзя ни соснаться на нормативный документ. Ни внятно объяснить, почему увеличено. Просто увеличивают. Потому что говорят, ну, может быть, там у нас были не точно исходные данные. Ну, может быть, мы не точно совместили. Ну, может быть, еще там что-то у нас не учтено. Ну, может быть, там вообще сток изменится. Может быть, у нас было маловодие, а будет полноводный, значит, период. В общем, все, что вводят, вот рекомендую вводить так. Но вот этот случай, в общем-то, идеальный, когда все сместилось одинаково, редкий случай. Чаще всего будет вот что-то более похоже вот на такое. То есть в разных местах сместилось по-разному. А у нас есть наш створ, наш прогнозный створ, которым мы работаем. И у нас есть в нашем створе есть какая-то скорость фактической смещения за прошлые, там, 30 лет. Ну и что? Вы берете не эту скорость, а вы смотрите на этом участке и берете вот эту скорость. Это не написано в нормативных документах, но это делают все практики. Берем вот эту скорость и сносим в свой створ. Потому что, смотрите, если сейчас чуть больше размыло здесь, то потом чуть больше размоет здесь. И в среднем это компенсирует. Поэтому совершенно правомерно брать эту скорость, которая не в нашем участке. Вот. Но ее тоже не увеличим, но уже не так сильно. Могут быть другие случаи, что, например, у нас есть максимальная скорость, но она где-то внизу. То есть, каким-то образом, чаще вот такая ситуация не на прямом участке, а на слабоизвилистом, где по длине реки есть разные скорости с планового смещения реки. Вот. Тогда можно просто, мы говорим, да, мы даем прогноз на нашем участке, но используем скорость, которую мы видим на другом участке, где все более обострено. Но мы ее правомерно перенести к себе, потому что, может быть, это обострение, увеличение скорости течения будет теперь на нашем створе. Вот. Если же наоборот, например, такое вот максимальное смещение наблюдается выше по течению. Все сползает вниз. Значит, вот эта максимальная скорость без вопросов. Максимальная скорость планового смещения реки, да, без вопросов, придет в наш створ и, мало того, еще и может увеличиться. Поэтому делаем запас небольшой. Вот. Вот еще один типичный способ, вариант, это когда наложили, а увидели какую-то ерунду. Увидели, что то размыв, то не намыв. Что это означает? Означает, что или действительно так происходит, или у вас не точно совмещено, или у вас очень мелкомасштабные карты, по которым вообще непонятно что определить. Вот. Тогда скорость получается, что что бы ни наблюдалось непосредственно прямо в вашем створе, все равно берем максимальную скорость размыла. Она же может быть, может быть, перетаскиваем ее к себе. И затем нещадно увеличиваем, заметно увеличиваем. Почему? Потому что само же значение маленькое. Ну, будет здесь, скажем, 0,2 метра в год размыла. Ну, берем не 0,2, а берем 0,3. В полтора раза увеличиваем. И эти 0,3 умножаем на 30 лет. Получаем 9 метров. Вот. А в реальности здесь там то плюс 2 метра, то плюс 3, плюс 4, плюс минус 5. То есть, ну, а вы даете 9. То есть, вы не говорите прогноз, что столько размоет. А вы говорите, что вот если вы свою веб поставите за пределами эти 9 метров, то будет все хорошо. Ну, вот, например, пример такой вот. С учетом экстремы. Это уже живой пример. Здесь, значит, совмещены два материала. Это современный космический снимок. Ну, это, правда, работу я делал давно уже, поэтому уже не современный. Ну, ну и что? В общем, может, вполне можно использовать, например, что если у вас есть материал карта за 82-й год, она поднята здесь розовым цветом. И есть космический снимок за 2006-й год. А сейчас 2013-й год. Ничего страшного. Потому что для чего вам нужны несколько предыдущих плановых материалов? Для того, чтобы их совместить. Для того, чтобы по ним получить какие-то оценки скоростей размылов и намылов. Поэтому можно использовать. Если у вас будет там 1942-й и 1982-й, хорошо, их тоже совмещаем. Если будет 1982-й и 2006-й, хорошо. Если будет 2006-й и 2013-й, хорошо. Совмещаем все, что можно. И смотрим, что происходит. И мы видим, что здесь у нас переход, подводный переход на относительно прямом участке. Вот. И здесь мы видим, что как будто бы планы деформации за этот период были относительно малы. Но мы видим, что река течет. Уфа. И здесь выше находится излучина. И смотрите, эта излучина раньше была прямая. Вот здесь слабо выраженная. А фиолетовая. А сейчас она, смотрите, раз и размылась. То смотрите, какой здесь был обалденный размыл в этом месте. Вот. В общем, ответа нет. Не используем те микронные, небольшие скорости планы деформации, которые мы получили реально в нашем створе. Ну, не используем, конечно, вот этот очень большой размыл, который вообще в другом месте. Используем какие-то оценки этих скоростей. Скулт. Эти соседние скорости размылов в соседних участках перетаскиваем к себе и затем берем запас. Вот. Ну, а, и вот, чтобы проиллюстрировать вот этот вот, что откуда можно взять. Смотрите. Если у нас слабо развитые излучины, это мы вчера с вами рассматривали, это официально называется ограниченное меандрирование. Здесь деформация заключается в том, что излучины сползают вниз. Это я вам вчера показывал. Есть еще то, что называется официально свободное меандрирование, и то, что мы будем неофициально называть развитое меандрирование. В развитом меандрировании размыв происходит в бок. И они, смотрите, они очень сильно друг от друга различаются, потому что здесь, вот, в месте перегиба от одной излучины к другой, самые большие деформации, как размывы, так и намывы. Здесь, с свободным меандрированием, одна излучина развивается в одну сторону, другая излучина в другую сторону. И между ними есть такая вот условно устойчивая точка, где, видите, размывы почти отсутствуют и намывы почти отсутствуют. Эта точка в нормативных документах описывается. И даже в ней рекомендуется строить там всякие подводные переходы и мосты. Вот, ну, московская школа ГГИ, НГУ, она опровергает устойчивость этих точек и показывает, что эти точки тоже подвержены каким-то воздействиям и, в общем-то, можно сказать, даже непредсказуемым. Вот. Теперь вот такой вот промежуточный случай, коллеги. В промежуточный случай, когда у нас вроде бы похоже на это, на слабо развитое, когда излучность сползает вниз по долине, и когда развитость... То есть здесь может быть совмещение и вот этих деформаций, и этих деформаций. То есть в таком вот... Здесь может быть так, что и сползает вниз, и развивается вбок. Вот. То есть это вот самый такой опасный и непонятный случай. Поэтому, если наш створ где-то, вот, вот, если у нас наш расчетный створ, например, один, да, здесь мы хотим строить мост, и нам дана задача дать прогноз плановой деформации, ну, и глубинных, конечно, в этом створе. Вот. То, видите, совмещая старую карту и новую карту, вы видите, что здесь как будто бы не было ни размылов, ни намылов. Но это вовсе не означает, что именно так будет продолжаться дальше. В реальности у вас начнется ситуация та, которая сейчас в створе 2. То есть у вас, и вы должны в свой створ 1 перенести те данные, вот, это называется экстраполяция с учетом прилегающих участков. То есть вы берете значение не в своем створе, а в том створе, который придет к вам. Я, ну, на пальцах это вам уже показывал, да. Ну, и, соответственно, так же, если мы в створе 2 даем прогнозы, или в створе 1 штрих, значит, смотрим на створ 2 штрих. То есть все сползает вверх. Вот. А на сильно развитом меандрировании у нас, видите, есть вообще разные противоположные ситуации. Если у нас в вершине излучины, вот створ 1, то не просто размыв, а еще мы очень внимательно смотрим, бывает так, что мы были не в вершине излучины, но излучно развиваясь в наш створ, может прийти вершина излучная. Чем отличается вершина от невершины? Самые большие планы деформации в вершине. Вот. Поэтому мы используем данные не только о скоростях в нашем створе, но и каких-то всяких других, которые... То есть просто внимательно смотрим, что вокруг. И берем самый большой. Раз. И еще делаем добавку на случай, что это просто два периода. А что происходило между ними, мы не знаем. Ну, еще можно так сказать, что вот... Понятие там средней скорости движения машины и реальной скорости движения машины. Если вы едете на машине и вы смотрите на спидометр, вам кажется, что вы едете со скоростью 60 км в час. Но когда вы приезжаете с работы домой, у вас выясняется, что вы в среднем проехали со скоростью 20 км в час. Потому что выясняется, что вы хоть и ехали со скоростью 60 км в час, но в большей части вы стояли на светофоре. Поэтому вот эта скорость, она непонятна. Это и не средняя, и не максимальная. И как вы проедете, значит, если вы проехали в понедельник со скоростью 20 км в час, это не означает, что вы во вторник не сможете проехать на работу с скоростью 25 км в час. Поэтому использовать скорость, данные о средней скорости размыва берега за прошлый, за понедельник, нельзя для прогноза размыва во вторник. То есть среднюю скорость размыва за прошлые 30 лет нельзя использовать автоматически для прогноза размыва на следующие 30 лет. Нужно делать запас, потому что вы оцениваете не фактическое возможное смещение, а гарантийную линию будете строить. Будете строить ее с запасом. Вот так. Ну и всякие промежуточные случаи, которые я тут даже не расписываю, которые происходят вот при средней развитой меандрировании, где может быть как сползание вниз, так и развитие вверх. Так, ну и теперь в результате. В результате мы выясняем, что размыв может быть там 30-40 метров. Вот. Так как я вам уже показал и на графике, и в таблице, в общем, мы ставим 50 метров. То есть вот эта скорость смещения сюда, это не скорость развития реки. Хотя в ВСН написано так. ВСН не учитывается. Если бы просто не пришли ко мне, а только бы изучали нормативный документ, то вы бы узнали, что если смещалось на 30 метров в год, за 30 лет, значит и надо дать на 30 метров. Нет. Вот. Вот отсюда и появляются всякие вот аварии. Линию электропередачи ставят в 30 метрах, а потом размывается 32 метра. И лэп падает. Поэтому если вы выяснили, что у вас средняя скорость 30, то какая максимальная? Вы не знаете. Поэтому даете с запасом. С каким? Не знаем. Давайте побольше запас. Давайте 40 метров. Говорите, вот если за 40, если на 41 метре поставите лэп, то она точно выстроит. Вообще, проектировщику не нужны ваши скорости. Ему не нужны, что произойдет с рекой. Ему нужно, что точно не произойдет. Ему нужно обезопасить свою лэп. Поэтому вы ему давайте 50 метров. Вот. Ну и все. Дальше я опять показываю то, что я уже, правда, рассказывал. Вот. Что, в общем-то, как. Вот. Мы с вами рассмотрели первый метод прогноза плановой деформации, который при наличии исходных данных. То есть, исходными данными у нас являются карты при наличии карт. Если карты есть, их совместили. Совместили, взяли скорость, которая была, и ее увеличили. И наша исходная черная точка, это где река точно не будет. Она будет где-то вот здесь будет, но здесь точно не будет. Все. Потом, получив эту черную точку, нужно сделать такую манипуляцию формальную. Это взять угол максимального откоса пунктиром и его увеличить. Ну, если вы можете, фактически, пройдя по участку реки, каким-то образом увидеть, какой же максимальный угол откоса, вот его и надо отложить сюда. Вот. Дальше. Есть два случая. Если вы абсолютно точно уверены, что у вас размыв влево, тогда все. И абсолютно точно уверены, что размыва вправо не будет. Вот. Тогда вправо даем... Ну, я вам покажу. В общем, можно сказать, что вправо не даем. Хорошо. Можно сказать, что вправо не даем. Вот. Ну, еще может быть такой случай. Помните? Ну, даже вот эти вот варианты, которые я вас сегодня показывал. Вот ваш створ где-то вот здесь. Где-то здесь. То есть, у вас в какой-то момент будет размыв влево, а в какой-то момент будет размыв вправо. Соответственно, тогда мы должны оценить и размыв влево и получить вот эту точку с запасом. И размыв вправо оценить. И с запасом. В общем, когда ноль, тогда даете немножко. Почему? Потому что кроме целенаправленного размыва, может быть, еще что-то происходить на этом берегу, вообще, может быть, не связанное с развитием излучина или этого русла, а связанное там с какими-то местными процессами. Поэтому немножко все равно даем. Вот. И про глубинные я буду рассказывать завтра. Сегодня мы только вот влево-вправо. Вот. И переходим ко второму способу прогноза плановой деформации, второму методу, который называется при отсутствии данных. Значит, про просинение я уже рассказал. Так что вот еще раз просинение. Коллеги, я предлагаю сделать маленький перерыв. Давайте вопросы. И продолжим второй метод прогноза плановой деформации, когда посинели. Так. А как обосновать этот коэффициент в отчете? Вот. Пока. Вот это спасибо большое за блестящий вопрос. Сейчас нет такого. Вот. Мы сделали дипломник, дипломницей. Диплом по этому. В общем, надо сделать публикацию, надо сделать потом монографию, потом надо сделать нормативный документ, где это будет обосновано. Поэтому сейчас это обосновываем на пальцах. Обосновываем так, что... Вообще-то, если вы увеличиваете скорость на 10-20%, то обычно практики это делают втихаря. То есть, они смотрят, видят, что у них получено значение максимальное 1 метр в год. А в отчете пишут, что получено смещение 1,2 метра в год. Не обосновывая вот этот коэффициент увеличения. Просто считаешь... Вот. Если у вас реально видно разница, то обосновывайте так и пишите. Пишите, что в нашем створе получена максимальная скорость смещения 1 метр в год. Но на ближайших участках мы наблюдаем 1,5 метра в год. Поэтому используем вот ту. То есть, со ссылкой на окружающие участки. Вот. Вот это... То есть, два варианта. Или вообще не обосновываем, просто увеличиваем. Или обосновываем со ссылкой на прилегающие участки. Логичным была бы ссылка на неравномерность размывов. Но для этого нужна или ссылка на нормативный документ, которого нет. Или ссылка на фактические данные о неравномерном размыве Береги, которых тоже нет. Вот так. Какое расстояние реки брать для анализа вверх и вниз от нашего створа? Так. Если прямая река, то берите как можно больше. Если извилистая река или разветвленная, то, если разветвленная, то берем на этом рукаве. Если извилистая, то берем на этой излучине. То есть, на другие излучины не лезем. Хотя... Хотя я не прав. Хотя, если вы рассматриваете вершину некой излучины реки Иртыш, то очень желательно просто побегать по соседним излучинам, совместить. и посмотреть вообще, что там происходит. Потому что, предположим, у вас излучина уникальная, у вас почему-то скорость смещения 1 метр в год. А на всех прилегающих других излучинах в окрестностях, что также в вершине излучина, почему-то везде 2 метра в год. То вот эти 2 и надо брать. Надо брать те, которые на соседних излучинах. Потому что может просто получиться, что у вас вот, ну, так случилось. Может быть, у вас в следующем 30-летии там будет 1 метр в год, а в вашем излучине 2 метра в год. То есть... Как официально обосновать увеличение скорости, непонятно. Поэтому всеми способами увеличиваем скорость неофициально. Вводим этот коэффициент, не прописываем, что мы увеличили скорость, а просто говорим, пишем, что использована такая-то скорость. Вот. Поэтому вот такой вот нехороший ответ. Какое расстояние реки брать для анализа вверх и вниз так. Пожалуйста, углы мышцарного откоса, как определяем ли, откуда берем.